Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь с вами в салоне по изучению Библии, а значит, будем двигаться по притчам Иисуса Христа. Те притчи, которые мы смогли разобрать с вами уже раньше, дальше идет разъяснение. И практически то, о чем мы уже с вами говорили, Иисус разъясняет своим ученикам. Поэтому мы часть 13 главы пропускаем и переходим к той притче, которая является следующей. И эта притча, как сокровище на поле. Еще подобно царство небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Для жителей того времени это не было необычным явлением. Несмотря на то, что существовали банки, но их могли использовать только достаточно состоятельные люди. Но просто человек, который хотел сохранить свое сокровище, он его закапывал. И даже раввины имели такую поговорку и пословицу, что самое надежное место для сокровища – это земля. И поэтому, если человек хотел сохранить какое-то богатство, то он его прятал на поле и знал, где он его запрятал. В данном случае в этой притче есть некоторые особенности, которые указывают нам на каждодневную работу. Ведь человек, представленный в этой притче, работал на поле, и он копал достаточно глубоко, чтобы наткнуться на сокровища. И даже, кстати, были в законах предусмотрены особенности, если что где-то нашел, как к этому относиться. Будет ли это твоей частью, либо тебе надо найти хозяина, либо тебе надо поделиться с кем-то. И поэтому в данном случае мы видим такую особенность, что если ты нашел сокровище на поле, и это поле не твое, ты не можешь им воспользоваться. И поэтому в данном случае человек, который работал на этом поле, был готов купить это сокровище за счет того, что он купит и поле. Конечно, поле, которое не имеет в себе сокровища, не будет стоить так дорого. И поэтому человек рассчитывал успеть выкупить все поле, а затем и воспользоваться сокровищем. Для нас это является хорошим уроком того, как нужно работать каждый день. Может быть, кажется, несколько примитивный вывод, но на самом деле это так только кажется на первый взгляд. Если есть конкретный совет, который дает апостол Павел, и Иисус к этому прибегал неоднократно, но Павел говорит, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. И Иисус на горной проповеди сказал, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть это определенные принципы, законы, которые Иисус раскрывает каждому человеку, ведь мы на этой земле живя, трудимся каждый день. Как мы относимся к тому, что делаем каждодневно? Кто-то не может это назвать служением, потому как ему кажется это зарабатывание денег. На самом деле, как ты это назовешь, так и будет. Если ты будешь только зарабатывать деньги, то это будет пропитанием для твоего физического тела, для того, чтобы устроиться на этой земле. Но что касается нашего отношения к труду, как помните ту притчу, когда строили храм? Одного человека спросили, что ты делаешь? Он говорит, копаю яму. Другой сказал, что он зарабатывает себе на жизнь. А третий сказал, я строю храм. И поэтому одно и то же дело, в одно и то же время, но разные люди рассматривали по-разному. И поэтому в данном случае эта притча указывает на такие особенности нашего каждодневного прикосновения к чему-либо. Можно просто поверхностно ходить по земле или не так глубоко копать. Но этот человек копал глубоко, настолько, что смог докопаться до сокровища. И для него это не было ожидаемым. Он работал и делал то, что делал обычно. И вдруг наткнулся на что-то необычное. И для нас это как раз является хорошей параллелью, примером того, что если мы в своей жизни делаем то, что нам поручено, качественно и глубоко, что называется, копаем, то мы, конечно, станем людьми, открытыми для Божьих перемен, открытыми для Божьего вознаграждения. Потому что Бог нас своим вознаграждением очень умеет удивлять и любит это делать. И поэтому то, что сегодня хочется мне с вами отметить, это деталь нашей каждодневной жизни. То, что мы делаем, как мы живем и кого считаем обеспечителем своей жизни. Данная притча, она как раз показывает, что обеспечителем нашей жизни не является работодатель. Хотя вроде бы мы и получаем заработную плату за то, что делаем. Но на самом деле, если мы в том, что Бог нам поручил делать, то воздаяние нас будет ожидать неожиданно и накрывать нас, и приходить в нашу жизнь тогда, когда ты делаешь просто обычные дела. И поэтому я из себя и вас приглашаю в такую дорогу Божьего приключения. Потому что Он знает, кому, что, когда нужно. И что нас не испортит. Что нам будет благословением. Надо еще отметить, урок из этой притчи заключается в том, что необходимо знать, что Царство Божье, оно стоит того, чтобы отдать все остальное за Него. С одной стороны, это кажется может быть странным, ведь Царство Божье – это что-то там, далеко от нас. Но на самом деле Иисус, говоря эти притчи, и каждый раз Он делает вывод о Царстве Божьем, показывает, что оно близко, оно здесь, оно рядом, оно внутри нас. И мы в этом Царстве имеем свою функцию, свою часть, которую нам важно не только знать, но исполнять. И тогда, когда мы в этом движении находимся, то это меняет нас, и это преобразует жизнь вокруг нас. Потому что только то, что является Царством внутри нас, может стать Царством снаружи. Если внутри не устроено Царство, если внутри не зажжен светильник, если внутри нет порядка и устройства, то ты не сможешь его получить и снаружи. Тебе постоянно будет что-то не устраивать или напрягать или не давать это делать. Поэтому все процессы, которые связаны с нашим сердцем, с нашей внутренностью, они являются главенствующими и они являются первостепенными. И Царство Божие, оно находится внутри нас. И поэтому сокровище, которое мы хотим обнаружить здесь уже вне себя, казалось бы, вне своего сердца, на поле, то это то, что опять нас будет побуждать на большее действие, на большую возможность. Потому что то, чем Бог обладает для нас, то все это начинает работать на наше призвание. А наше призвание не может оставить равнодушными тех людей, которые вокруг, потому как оно не изолированное. А призвание всегда будет связано с людьми, с которыми мы соприкасаемся напрямую или косвенно. И поэтому, говоря сегодня об этих ценностях, я хочу вместе с вами, дорогие друзья, понять, как я отношусь к своему каждодневному занятию. До какой степени Царство Божье в этом каждодневном занятии уже распространяется. И коснувшись самого понятия или термина Царства Божьего, я хочу также отметить те состояния души, которые являются главенствующими. Это праведность, это мир и это радость во Святом Духе. Какую цену мы готовы положить, чтобы сохранять мир, чтобы сохранять радость? Как легко мы можем отдать радость обстоятельствам, которые приходят в нашу жизнь? Как быстро мы с ними расстаемся, состояниями эмоций, которые, в общем-то, нам приятны? Легко нас расстроить или нет? Ведь выбор делает сам человек. И поэтому, если мы понимаем ценность того Царства, которое позволяет нам сохранять внутри себя и праведность, и мир, и радость, то таким образом, идя по жизни, мы будем людьми, которые во время работы поют песни, которые могут радоваться каждому делу, к чему прикасаются, потому что это новая возможность. А значит, в этой возможности осуществляется некий термин, который можно озвучить как «дорога не награда, а дорога к ней». То есть, если человек, который хочет только награды, но не понимает, что ценность пути больше, чем награда, ведь награда — это только результат твоего пути, а значит, ты шел не напрасно, значит, все, что делал до сих пор, имело и имеет значение. И поэтому то, что я хочу вместе с вами сегодня принять как урок из этой притчи, до какой степени я ценю каждый день своей жизни? До какой степени Царство Божье, обладающее мной, может овладевать Царством вокруг меня? И понимаю ли я, что такое Царство Божье, когда я вижу в нем только, может быть, какую-то свою ответственность? На самом деле это гораздо больше, чем ответственность человека, как какое-то напряжение, потому что Бог в этом Царстве участвует вместе с нами. Он Царь царствующих, Он Господь господствующих. Если ты на своей территории жизни царствуешь, Он будет твоим Царем вместе с тобой, хочет это осуществлять. И поэтому продать все и купить это поле — это значит сделать обмен. И, кстати, сказать, может быть, кажется неравноценной. Как это отдать все и купить одно поле? Но то, что сокрыто в этом поле, оно стоит больше того, чем у тебя есть до сих пор, или что ты смог собрать сам. И поэтому, когда только люди начинают понимать ценность того, что они нашли, то тогда готовы это поменять одно на другое. И на самом деле Он неравноценный, но не в пользу нас, а в пользу Бога. Он, Бог, идет нам навстречу и дает гораздо больше, чем мы Ему отдаем. Но здесь, на самом деле, нельзя будет смешать эти понятия. Надо отделить одно от другого. И поэтому продает все и покупает поле то. Помните, когда и молился Иисус на горная проповедь и молитва «Утче наш»? «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы это разбирали довольно подробно. И поэтому сейчас я просто хочу напомнить этот текст для того, чтобы понять воля Божья на земле, как на небе. Это возможно. Это реально. Если Бог это сказал, если Он дал нам этот пример молитвы, значит, это возможно. Соответственно, мы с вами рассмотрели только частицу Царства Божьего внутри, а есть еще то Царство, которое на небесах, та воля, которая на небесах. И она там исполняется совершенно. До какой степени она исполняется также на земле сегодня, по крайней мере, в нашей жизни, это тоже во многом зависит от нас. А для этого стоит рассмотреть не только свое сердце, праведность, мир и радость, и как мы заботимся об этих состояниях души. Потому что мир, при котором мы можем выстраивать взаимоотношения, это очень сильная составляющая. Если люди не ценят мир, они легко раздражаются, легко обвиняют, легко поднимаются над кем-то. Но если сохраняется мир, и это является ценностью, то человек остается не просто в Царстве Божьем, а он остается наследником этого Царства и может это употребить. И более того, Иисус сказал, что Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. То есть враг, он побеждается, когда в сердце человека сохраняется мир. Таким образом мы начинаем понимать взаимоотношения поля, сердца, сокровища, которые являются уже внутри нас, и мы его можем размножать, либо то, что мы находим и обнаруживаем на поле. Что касается небесного состояния Царства, то это то, как можно описать таким человеческим языком сначала через отрицание. Там нет болезни, там нет проклятия, там нет страхов, там нет никаких потерь, там нет насилия, там нет сомнения, разочарования. То есть все то, что может угнетать человека, там оно отсутствует. Соответственно, когда мы прибегаем к поиску Царства Божьего или к молитве, чтобы Царство Божье на земле было таким, как оно на небесах, и воля Божья могла осуществляться, что мы имеем в виду, чтобы болезни убегали, проблемы таяли, чтобы всякая причина, вызывающая страх у человека, была исторгнута. И говоря об этом, Иисус понимал, что это реально будет на земле людям, которые носители Царства внутри себя. И поэтому, если мы начинаем понимать, что все, что нас волнует, все, что может сегодня заставлять нас жить в переживании, в отчаянии, в боли, в каких-то потерях, все это уже решено на небесах. И сегодня, когда мы ищем какое-то для себя поле и не понимаем, что нам нужно найти сокровище, а потом только это поле выкупать, то я предлагаю вам помолиться сегодня к Богу такой молитвой по отношению собственного поля. А где же мое поле? Где то сокровище, которое мне надо обнаружить? Насколько глубоко я уже копал? Либо я пока иду по поверхности и потому не нахожу. Может быть, в этом поле и есть сокровище, но я не могу найти, потому как отношение мое к работе, оно было с ленью, оно было с тем, что пусть другие работают, а я посмотрю. Но на самом деле, делай дело, которое ты сегодня делаешь, наиболее качественно. Когда-то к одному мудрецу пришел молодой человек и сказал, можешь ли мне ответить, какое дело на земле самое важное, какой человек самый важный и какой момент жизни мне надо выбрать, потому что он очень важный. Мудрец на то и мудрец, чтобы ответить так, как он ответил. И он сказал, самое важное дело, которым ты занимаешься прямо сейчас. Самый важный человек – это тот, который сейчас рядом с тобой. Но и самое важное время и момент времени – это тот, в котором ты находишься сейчас. Потому что прошлого не существует, оно уже ушло. Оно есть в твоей памяти, но ты уже не можешь там ничего изменить. Будущее еще не пришло. И ты можешь жить в страхе или в ожидании, наоборот, чего-то важного, ценного для тебя, но его еще нет. А настоящий момент времени – это то, чем ты сегодня владеешь. Поэтому владей им достойно и используй каждую возможность и каждую деталь этой возможности для того, чтобы созидать то царство, в котором тебе хорошо и хорошо будет другим людям. Я думаю, что совет мудреца для нас с вами пусть тоже будет советом, чтобы мы могли воспользоваться теми ресурсами, которые у нас сегодня есть. И притча, которая обучает нас понять, что Царство Божье, оно всем обладает, и оно стоит того, чтобы его найти, чтобы копать и углубиться. И в завершении программы я хочу еще вместе с вами рассмотреть один урок, который тоже можно назвать притчей. Когда был задан вопрос одному человеку, ангел пришел и задает ему вопрос. Скажи, кто будет наиболее активен на поле? Раб, слуга, которого нанимают на время, либо сын, который может работать, может не работать. У него свободный график, им никто, в общем-то, не руководит. Кто же будет более активным? На что сказал молодой человек, скорее всего, раб? У него нет вариантов. Его будут заставлять, нагружать, и он будет делать. Ну, говорит, пойдем, посмотрим на поле. Оказались на поле, где работают как раз три названных представителя. Раб, он действительно усердно работал. Он привык работать. Он делал это довольно качественно, но с каким-то очень унылым выражением лица и даже всей фигурой. Было понятно, что он в удручении. Проходя за плугом, вдруг он падает, поднимается, опять идет, и через какое-то время опять падает от усталости и изнемождения. И вот это состояние раба, который вызывал уважение, потому что он на самом деле работал добросовестно и качественно, даже падая, вставал и продолжал делать. На что юноша говорит ангелу, видишь, я же сказал, что я прав, что раб будет очень усерден. На что ангел предложил пойти дальше. Они увидели слугу, который тоже работал, но прошло какое-то время, он посмотрел на часы, и было понятно, что наступило время обеда, и он остановился. Он стал ждать, пока ему принесут обед, и пока его не покормили, он не двинулся дальше. Прошло еще какое-то время, он понял, что ему опять надо получить теперь уже зарплату, чтобы завершить этот день, и он не стал дальше двигаться, пока не получил то, что ему принесут. И было понятно, что услуги, совершенно конкретные свои мотивы, он нанятый человек, и поэтому он делает то, что считает нужным, важным и справедливым. Когда посмотрели на сына, который работал тоже за плугом, и наступило время обеда, и он тоже посмотрел на часы. Во-первых, он ходил за этим плугом и пел. Он пел и радовался тому, что у него есть поле, у него есть возможность работать. Он это делает с усердием, потому что знает, что будет пожинать с этого поля урожай, когда наступит это время. Ходил он по этому полю, пел песни, и наступает время обеда, и посмотрев на часы, он обнаружил, время пришло, посмотрел по сторонам, а никто ему не несет. И он дальше пошел работать. Прошло еще какое-то время, он опять остановился и посмотрел, может быть, все-таки принесут. Нет, опять не несут. И он, не откладывая плуга, пошел работать дальше. И так уже вечер наступил, и он продолжал работать. И на это получил очень сильный урок молодой человек, когда ангел ему сказал, вот посмотри, сын работает радостно, работает с усердием, понимая сердце отца, понимая, что если что-то задержалось, то не потому, что отец его забыл, не потому, что не хотят его покормить. Есть какая-то причина, и поэтому он будет продолжать работать, а причина эта будет удалена, и в конечном итоге его покормят. И что, в общем-то, на самом деле и произошло. И поэтому он дает ему такой урок. Если ты сын в доме своего отца, то делай все в радости. Делай все с торжеством, делай все с пониманием того, что Господь за тобой наблюдает. И он точно знает, когда тебя надо покормить, когда тебе надо просто пройти какое-то испытание. И он, ангел, преподал такой урок, говоря, да, отец точно знает, но иногда ему надо увидеть, что ты сын, именно потому, что что-то задержано из ожидаемого тобой. Если ты не получил еще то, что ты ожидал, продолжай на поле своего отца быть сыном, а не слугой и не рабом. И если для твоего сердца сегодня это важно услышать, то ты пересмотри свое отношение к тем, кто является даже работодателями твоими. И если ты не от них собираешься получать зарплату, в принципе, конечно, пойдешь получать в кассу. Но идет речь о том, что обеспечителем твоим и моим является не работодатель, а Бог. И тот успех, который Бог дает работодателю, это его прерогатива, и он обязательно это сделает ради тебя. Потому что ради Авраама он благословлял царей, ради Павла он дал ему всех плывущих с ним на корабле. И Бог не изменился, он тот же и сегодня. И ради тебя и меня он готов благословлять места, где мы с вами работаем, где мы служим, где мы просто живем. Потому что ему дороги наши отношения с ним. И он хочет нас благословлять обилием своих возможностей. И поэтому, друзья, если вы нашли поле, то есть свое призвание, в котором Царство Божье будет проявлено, работайте так, чтобы найти там сокровища. Копайте глубоко, делайте это качественно, делайте это доброохотно. И знайте, воздаяние, оно приходит неожиданно. Оно приходит не тогда, когда ты приходишь и целый день думаешь, где же мое воздаяние. А ты просто делаешь то, что тебе поручено. И ты делаешь это легко, потому что ты сын или дочь. Качественно, потому что ты на своем поле. И результат, он даже если и замедлил, обязательно придет. Но придет в свое время. И поэтому на сегодняшний день то, что мы с вами можем делать, можем иметь, можем слышать, можем понимать и чувствовать, это возможности неба, которые Бог нам дает. И поэтому Царство Божье уже здесь, и оно на земле, и оно всем обладает. И если мы эти ценности понимаем, то и притчи Иисуса Христа для нас оживают по-другому. Я хочу вместе с вами совершить сейчас молитву о своем сердце, о наших сердцах. Потому что сердце — это источник жизни или в нем источники жизни. И насколько эти источники сегодня не завалены, насколько они открыты, насколько мы в состоянии слышать и понимать Царство Божье, настолько мы и будем его в своей жизни иметь. А значит, делиться, значит, распространять. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я хочу благословить каждого человека, кто был свидетелем сегодняшней программы. Только ты один знаешь, на каком поле мы сегодня находимся. И насколько важно это поле сегодня обрабатывать качественно, чтобы в своем призвании открыть те сокровищницы, которые до сих пор были еще от нас сокрыты. Но ты когда-то сказал, что отдашь сокрытое во тьме сокровище. И я прошу тебя, пусть каждый человек обнаружит, что это слово касается его лично, чтобы сокровища были не только найдены, но и использованы. Я благодарю тебя за ресурсы неба. Я благодарю тебя за возможности, которыми ты нас окружаешь. И да будет имя твое благословенно. Пусть Дух Святой, который живет внутри нас, овладеет Царством и вокруг нас. И то, что является сокровищем небес, станет видимым и для окружающих людей. А воздаяние Твое к нам приходит в полноте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова